Здравствуйте, Радима! Сегодня я хочу вам показать автомобиль Кинворд 524. Если я не ошибаюсь, конечно, но вроде он так называется в Мафии 2. Игровое его название Ханг Б. Сегодня наш герой видоскалета одет в такой вот байкерский стильный костюм, кожаная куртка такая вот, значит, кепка такая с козырьком модная, такие джинсы и сапоги такие с каблуком. Ну а мы посмотрим на наш танкер, перевозящий топливо, вот здесь что-то. Траку Газулини. Игровой, значит. Игровая модель. Примерно, возможно, такие танкеры были. Я посмотрел, в принципе, внешне Кинворд не изменялся на протяжении примерно 20 лет. То есть с конца 30-х по конец 50-х годов с такими, значит, Нордами они выпускались примерно. Но там были разные модификации. Вот у нас сейчас вот именно такая модификация. Вот, таким образом открывается капот. Вот мы можем видеть двигатель старый, карбюраторный. Вот. К сожалению, нету информации об автомобиле, то есть там мощность и так далее. Ну, хотя бы так посмотрим. Максимальная скорость, я думаю, у него где-то в районе километров 85-90. Где-то. Вот. Ну, а мы сейчас сядем и посмотрим. Да, кстати, еще забыл. Вам показать хотел его салон. Но тут что увидишь, если только. Потому что он. Таким, значит, образом выглядит салон. Там диван. Наверное, трехместный, я думаю. Козырек сзади. Вот. Ну, а мы сейчас послушаем, как звучит двигатель. нашего грузовика большого. Наверное, плохо вам слышно. Сейчас погромче сделаю. Вот так. Вот таким вот он образом звучит. Не знаю, мы тут сможем проехать с вами, нет. Попробуем, по крайней мере, посмотреть на его проходимость. Вот. Мы можем отключить пока звук, в принципе. Он нам особо не нужен. Я думаю. Ой, мы маленько врезались. Даже не знаю, сможем мы тут пройти. Ладно, думаю. Все же удалось нам заехать. На данной препятствии. Мы сейчас, наверное, постараемся его преодолеть. Грузовик очень большой. Но он преодолел это препятствие на ура почти даже. Вот что значит мощный танкер. Вот. В общем-то. По проходимости я ему поставлю оценку 7 из 10. То есть не идеально, но и не так плохо. Потому что в принципе он может лечь на брюхо из-за скорости. Вот что-то сейчас произошло. Вот мы видим. Вот. Но он и еще может пройти препятствия. Мы сейчас, кстати, попробуем его из-под брюха извлечь. И так можно выразиться. Попробуем его поднять на ноги. Для этого возьмем, я думаю, Бьюик. Беленький вот он стоит у нас. Тест-драйв, которого вы либо увидите в дальнейшем в августе, либо я выложу его еще до поездки значит в июле. Но это не суть важно. Важно то, что мы сейчас хотим наш грузовик извлечь из-под вот этих вот каменных глуп. Потому что нам его еще тестировать дальше надо. Так. Ого. Не хочет. Сопротивляется наш грузовик. Вот даже мы сейчас видели автомобиль утонул. А грузовик тем временем не хочет. Ну ладно. Если в любом случае я его тогда извлеку, тогда продолжим. А если нет, тогда придется искать новый. Ну вот. Мне удалось разыскать новый грузовик. ничем не отличающийся от старого. Они в принципе все одних и тех же цветов. Кабина такого синеватого цвета. Вот. Такой вот грузовик значит. А сейчас что я хочу сделать это на нем немножко прокатиться. Вот мы видим автобус стоит. General Motors вроде он. General Motors так вроде называется автобус если я не ошибаюсь. Вот видим красивый вид. Empire Bay это вот значит Нью-Йоркский мост связанный под представленный под мост Empire Bay ну в принципе Empire Bay это тоже Нью-Йорк только название другое. Вот. Ну на нашем автомобиле в принципе кататься крайне трудно. Он большой медленный не маневренный совсем. У него отсутствует какая-либо динамика но зато в нем можно наверное сколько литров 50 а может быть даже и 100 литров можно здесь перевозить топливо. если еще к нему прицепить прицепов парочку таких больших то наверное там больше наверное я даже не знаю но где-то наверное тонн 10 он наверное может. конечно он будет тогда ехать с трудом но тем не менее вот так что наш грузовик довольно надежный прочный вот а вот еще что хочу сказать ну вот сейчас мы можем на нем прокатиться немножко даже можем в принципе звук включить вот таким вот образом мы можем на нем пройти небольшие препятствия посмотреть как он их проходит не мне кажется лучше не надо потому что он не набрал скорость он и просто не сможет пройти и застрянет на них так что но такие маленькие препятствия он я думаю легко сможет преодолеть вот такой вот наш надежный грузовик грузовик вроде бы кстати этот производился вот именно с такой вот внешностью до 61 примерно 65 годов пока я его не сменил уже то ли с двумя фарами то есть вот таких две фары было с каждой стороны то ли уже с квадратными фарами с такими вот значит ну а так в принципе кабина такая же оставалась до конца 90-х годов кабина вот такая вот и на кинворде и на маке кстати были похожие грузовики в те годы очень такие вот большие тягачи наш как раз тягач такой вот танкер для перевозки для перевозки топлива горючего а вот сейчас возможно мы с вами встретим значит бортовой тягач который без прицепа возможно кстати вот хочу еще вам поведать историю небольшую что разработчики мафии всем известные второй планировали сделать что к бортовому тягачу можно было присоединить прицеп в принципе это можно было сделать вот разработчики просто поленились или сделали но что-то там получилось баговано заметили они баги и это было удалено вырез кстати это очень функция такая неплохая как в gta например какой там gta саландрес вроде вот подобная функция есть сделали бы да было бы кстати довольно весело хочу сказать но к сожалению разработчики не захотели так нам люди такие соблюдаем законы поэтому выйдем чтобы оплатить штраф вот мы оплатили с вами штраф сейчас подождем пока все проедут мы же интеллигенты пожилые с вами вот сейчас пока погазуем чуть-чуть можно заворачивать наш грузовик большой у него радиус разворота тоже большой 3 часа будет медленно поворачивать но зато повернет я думаю вот как сейчас мы с вами сделали поедем сейчас на мост посмотрим его динамику разгона так просто на глазок посчитаем до 100 конечно он вряд ли разгонится есть только с какой-то турбо надувом с турбонадувом может быть не знаю а так нет со старым карбюратором двигателем ой блин засмотрелся немножко ого не по-детски он кстати сейчас помялся мы видим о да это кстати насчет краш-теста я ему хотел поставить 10 из 10 относительно автомобиля теперь нет я ему поставлю наверное 8 из 10 а относительно водителя могу ставить смело 9 наверное 10 из 10 потому что здоровье чуть совсем капельку потратилось поэтому ну сейчас автомобиль конечно будет хилом уже колесо что-то там неровно вертится но я думаю сможет он динамику свою показать вот 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 кстати мы видим он едет красный значит тягач не знаю может быть сейчас мы кстати попробуем с вами догнать но мне кажется лучше в следующей серии сделаем и как раз сравним вот прям сейчас эта серия это будет первая часть тест драйв тест драйв вот это вот как раз кенворд 500 500 как он там блин забыл короче кенворд танкер и вторая часть будет кенворд бортовой тягач вот это вот две части будут такие вот вот сейчас начнем проверять динамику на глазок опять-таки все на глазок в общем около 15 секунд разгон до 60 километров в час сейчас еще в горку просто и уже двигатель дымится но ладно в принципе мы с вами можем протестировать если найдем конечно продолжить тестировать этот автомобиль вот ну а если нет в принципе можем на нем потому что мы уже все проверили около значит 20 секунд или 25 разгон наверное до 60 километров в час вернее до 80 скорее всего и максимальная скорость наверное 40 45 секунд это максимальная скорость вот мы сейчас с вами едем 90 95 ух ты ж ё-моё сейчас авария какая была так ну вот он под горку ага все стоит ну да где-то 95 максимальная у него скорость 95 может быть кстати это еще не максимальная скорость то есть может и 90 ну ладно в общем я говорю опять таки все примерно вот такой грузовик получился может он возить много чего вот мы кстати встретили кинворд кинворд тягач сейчас тогда думаю будем заканчивать вот в следующей серии вы увидите тест-драйв вот поехал впереди бортового тягача вот с вами был Марьян Демар если хотите подписывайтесь на канал ставьте лайки если видео вам понравилось пишите комментарии какие-то пишите пожелания чего бы вы хотели видеть а вот какие-то там советы и так далее вот а я желаю вам всем всего хорошего всего доброго вот значит счастье здоровья благополучия любви и так далее вот ну до встречи в следующих видео с вами был Марьян Демар отчего же ты с меня не сводишь глаз которых синяя печаль с меня с нами килогополучия с вами был